Сотрудники полиции МЧС сегодня подвели итоги своей деятельности в период новогодних каникул. Все эти дни ведомства работали в режиме повышенной готовности. От жителей региона на телефоны служб спасения поступило больше сотни звонков. Сводка происшествий впечатляет. Это и кража, и побои, и мошенничество, и даже угроза убийством. Полицейскими возбуждены десятки дел, как уголовные, так и административные. Не остались без работы и пожарные. Во время новогодних каникул они дважды боролись с огнем. Обо всем по порядку в следующем материале. Закурил, уснул, а очнулся уже в больнице. Именно так все случилось с хозяином одного из домов. Жилое строение, что в поселке Искатели, загорелось поздно ночью. Пожар произошел в самый разгар новогодних каникул. Еще один уже в Нринмаре. Горел так называемый балок. По предварительной версии его умышленно подожгли. Поэтому здесь прорабатывается вопрос совместно с правоохранительными органами. Так в целом период именно новогодних праздников закончился на положительной ноте. А вот для полицейских напротив новогодние каникулы выдались неспокойными. За 10 дней 133 происшествия разного характера. 11 фактов побоев, 10 краж. Не обошлось без мошенничества, хулиганства и даже угроз убийством. Почти все эти преступления совершались в состоянии алкогольного опьянения. Однако есть и положительные моменты. За период новогодних праздников проводилось на территории округа 7 мероприятий, массовых мероприятий. Нарушений общественного порядка и безопасности, также чрезвычайных предшествий не допущено. Что касается дорожной статистики, то здесь цифры отнюдь не впечатляющие. В период новогодних каникул произошло 12 ДТП. В одном из них есть пострадавший. На месторождении Трепса водитель, управляя грузовым автомобилем, не справился с управлением, допустил опрокидывание, в результате чего был госпитализирован в Нинскую окружную больницу. Шесть человек сели за руль под градусом. Еще девять и вовсе оказались псевдоводителями. Они не имели права управлять автомобилем. Тем временем в регионе продолжаются поиски без вести пропавшего человека. Николай Таратин ушел из дома еще в конце декабря. С тех пор о его судьбе ничего не известно. Последний раз разыскиваемого видели в районе лесозавода, недалеко от дома номер 28 по улице Комсомольская. Приметы пропавшего. Рост 160-165 сантиметров. Телосложение худощавое. Волосы короткие и светлые. Мужчина был одет в синий пуховик с капюшоном на меху, джинсы темно-синего цвета, ботинки кожаные черного цвета. Особые приметы. На верхней губе с левой стороны имеется шрам. На груди с левой стороны имеется татуировка. РВ-4. Поиски пропавшего продолжаются. Олег Танзейский, Владислав Носкин, Телеканал Север.